А по Индии кто там есть по Индии? Наши, он давно лет, больше 10 лет выехали туда, тоже преподаватели, дети мои, ученики уже в защите, айдасскую и докторскую защищают. Так что ученые там тоже сидят, владеют свободно русским языком, так что присоединятся. А вы где преподаете, преподавали? От институтов до колледжей. Ага, понял. У меня соображения такие. Сейчас собрать максимально контакт с группой людей, которые я понимаю в различных областях науки, в различных государствах. Да, да. И второе, попробовать сделать одну очень хитрую вещь, которая просто может в один прекрасный день нам очень сильно помочь и все перевернуть с головы на ноги. У вас очень, очень сильная диаспора. Вы, ребята, вообще молодцы. А? Ничего есть, того есть. Так вот, наверняка, допустим, по тем же штатам, либо по Канаде, либо по Европе у вас есть юристы. Юридическим вопросом, да? Да. Вот произвести первичный мониторинг на предмет законодательства стран, где ребята находятся, на предмет закона об образовании данной страны. Ну, допустим, Штаты или Америка. Ой, ну, Германия. Сейчас я расскажу в двух словах. Вот ни одно государство не заинтересовано оболванивать своих учащихся. Если приходит шарлатан в систему образования и начинает врать, то он обманывает учащихся. А, я понял, но у вас в одном выступлении, вы правильно сказали, во-первых, пятая колонна сидит в образовании, а во-вторых, этот чиновник, откуда он знает, этот пришедший нормальный ученый или лапшу вешает, друзья? Да, да. Значит, он тоже не такой грамотный ученый. А схема очень простая. Находим просто, ну, вот, нормальное законодательство, оно должно быть нормальное. И там сказано, что, ну, можно только достоверную информацию преподавать. Тогда берем на территории этого государства любой вуз, высшее учебное заведение, и подаем коллективный иск от выпускников этого вуза в адрес этого вуза. Коллективный иск, ну, допустим, 100 человек, каждый с иском по 2 миллиона, там, не знаю, евро к этому вузу. А, финансовый, через экономическое выйти на финансовый. Это просто нам, у нас даже деньги получатся сами собой, но у нас нет задачи их финансово наказать. У нас есть задача поставить вопрос ребром. Мы сможем конкретно доказать, что в данном учебном заведении, вот конкретно по каким-то специальностям, в частности, фундаментальная физика, нарушается закон об образовании, преподается лженаука. Они скажут, вон, отливщица, да у кого хотите, написано то, я читаю это. Пожалуйста, пожалуйста. Вы можете принести себе в университет любые учебники, это ваше право. Но если вы принесли учебники, которые расходятся с законодательством, и мы с нашими юристами можем это доказать, ребятишки, платите деньги. Вы нанесли ущерб, вам заплатили деньги за образование по закону об образовании, а вы по шарлатанским учебникам нас учите. То, что не шарлатанские, вот мы доказываем, вот, пожалуйста, доказательная база. Значит, дистанционно через скайп будем доказывать, в все страны же не выездишь. Да, нам-то зачем? Мы конкретно через скайп все докажем, дадим материалы юристам, найдем там же на месте людей с образованием, которые владеют языком как родным, которые смогут понять, что мы говорим. Подготовим этих людей, и они их там через судебную практику нагнут. А раз это будет прецедент, то все. Оно покатится. Ну вот представьте, там... Значит, я записываю его. И через образование и через удар по экономическому карману выходим, да, и денежки идут, и еще и говорим о том, что ваши... Да. Ручные. Вскрываем этот пузырь. Вскрываем этот пузырь. Да, да. Так, два секунды я вам сейчас пошлю. Значит, по образованию вы посмотрите. Начинаем с этого. С самого образования или, ну, допустим, у меня есть дидактика, статья. Начинаем с... Вот это пашка. Примите, пожалуйста. Сейчас, секунду. Тот компьютер щелкнул, да? Отозвался? Не знаю. А что он может? Глянь, документ по Skype проходит? Нет. Просто я с этого документа... Нет, он вход в Skype. А, там нету Skype. Я не смогу с этого компьютера, у меня второй еще не подключился. Ничего, она останется там пока. Ага, хорошо. А схема, чтобы это все заработало, нам нужно заинтересовать юристов. Я предлагаю следующую схему. Юристы объявляют вот этим потерпевшим, ну, кого, допустим, с университета поперли, или кто закончил университет, хочет с него деньги получать. Что за 50% юрист их отработает. Что он дал, что он получил в рамках стен этого института, да? Да, вот образно. Посмотреть цифры, ну, я думаю, что проходная цифра это миллион долларов с человека, или два миллиона долларов с человека. У нас... С института. Да, человек подает на институт, каждый человек подает заявку, ну, коллективный иск, на два миллиона долларов. Угробит их, конечно. Ну, это уже второй вопрос. Там, во-первых, и судья порежет по-другому. Вот у нас по России это миллион рублей. Бесплатная, беспошлинная заявка. У нас по России можно на любое образовательное учреждение подать из... Ну, допустим, берем... Сейчас, одну секунду позвали нашему юристу. Отработать в России просто нужны юристы. Да, да. И на юридической России нужно начать попробовать и дешево. Можно... Тут у нас есть вилочка. Что есть? Вилка. Вилка. Два варианта. Сейчас объясню, что имеется в виду подробности по России. Подробности по России такие. У нас платное и бесплатное обучение. Да, да. Да, да. И у нас есть... Ну, как бы первый ориентир это отработать платное образовательное учреждение, да? Подать иски, вот это вот беспошлиные иски по миллиону рублей, допустим. Это может быть как школа, так и... Как школа, так и ВУЗ. Любой. ВУЗ, конечно, очень платный. Иски коллективные. Допустим, 50 человек по миллиону рублей или, допустим, это получается 50 миллионов рублей. Как бы, ну, почва для суеты есть финансовая, да? Ребята, которые обучились, ну, ему говорят, ну, если ты полмиллиона получишь, полмиллиона вот отдашь на группу юристов, как бы это нормально, да? Он, в принципе, что? Ничего не делает и полмиллиона получает. Да. В принципе, автомобиль получает. Теперь есть схема, как отработать юридически даже бесплатные учебные заведения. Заключается схема в следующем. Гражданин страны, он получает бесплатное образование на возмездной основе. Потому что образование ему бесплатное предоставляет государство. А государству человек, во-первых, платит свои налоги, во-вторых, он служит в армии. Да, ну, конечно, это... То есть это не совсем бесплатное. Это возмездная. Это другая юридическая схема. Поэтому, если через Верховный суд, то можно и вот через эту схему отработать. Любые бесплатные учреждения. Бесплатные. Бесплатные. А по платной вообще легко отрабатываются. Просто нужны грамотные юристы. И, как бы, у нас все равно корпоративная этика судей. Скажем, суди у нас в России, они рулят по усмотрению. В основном по закону, но больше по усмотрению. Поэтому вот этот тест, он должен подаваться серьезной группой юристов, которые предварительно там уже судом поработают. Проконсультируются. О перспективах. Один, как говорят, путь через юридическое образование. Ну, это финансово. А как достать тех, которые, ну, как химик говорил, строение ядра, напридумывали лавряты Нобелевской премии, от полинга до кого хотите. Сейчас образуется двумя электронами. Мы правильное выстоим, но тут надо будет не о себе думать, а о коллективном деле. Вот как мы их первый раз сломаем, дальше мы их сломаем во всем, по каждой позиции. Ну, конечно. Нам их первый раз нагнуть. Вот. Первый раз мы их будем нагибать. По... По понятным любому судье простым позициям. Вот именно на нарушение закона логики. Ну, хоть хорошо, юристы немножко отнести немногих, которые логику изучают. Да. Все остальные не изучают. Поэтому я предлагаю про свои личные, пока вот мы забываем, берем вот самую проходную простую позицию, просто их наказываем чисто по технике. Технично их уделываем. А потом уже, у нас же по одной позиции, там получается, вот у них в результате что получится? У них есть куча учебных пособий. Выясняется, что в данном конкретном учебном пособии, которое они приняли, да, по которому они обучают студента, вот врага, вранье, он обязан это пособие, первое, удалить из системы образования. Второе, он обязан возместить ущерб, да, потерпевшим, кого он обманывал. И третье, он, пожалуйста, может заниматься, судиться с государственными органами, которые ему предоставили эти недостоверные пособия, которые рекомендации на них поставили. А их аргумент будет, извините, в Московском и Новосибирском госуниверситетах преподают по тем же самым пособиям. Да какая разница? Какая разница вы по каким преподаете? Какая разница? Вот вы нарушаете закон. Закону согласно знанию вы должны предоставить знания. Знания это особая узкая категория. Туда нельзя запихивать враги. А вот у вас позиция такая-то. Нарушение закона логики это врага. Вы обманываете детишек. Нарушаете закон. Федеральный закон об образовании. И уже по барабану. Сколько по этим учебникам? В скольки школах? Это усугубляет вашу вину. Мы вот с этих позиций должны подходить. И мы с этих позиций их накажем. Нам нужна просто квалифицированная команда юристов. Только юридически, научно, физики, и истории других не будет? Нам нужно собрать группу специалистов, имеющих звание, опыт работы, которые по вполне конкретным материалам могут дать оценку. Вот заключение специалиста. Это утверждение не соответствует действительности, нарушает первый закон логики. Люди обманывают. Мы должны предоставить будем материалы ученому совету, который мы сами создадим из адекватных людей. И заключение этого ученого совета и отдельных специалистов мы должны будем предоставить юристам. Прежде чем они в бой пойдут. Мы должны будем обзавестись бумагами и... Поэтому, как бы, давайте подумаем о кадрах, которые нам это все смогут составить. С кем мы можем работать и о юристах. Ну, о кадрах мы будем думать по мере поступления. Вот как юристы образовались у нас. Что мы понимаем, да, есть юристы, которые с этой задачей справляются. Что если мы дадим им материал грамотный, то юристы щелкнут. Отработают. Ну, мы потеряем времени. И пока, ну, допустим, по педагогике смотрю. А там у Нашвили до Щетинина. Они обязательно подпишут эту бумагу. Но в том-то и дело, пока, допустим, полгода будем собирать команду юристов. И еще полгода будем писать и посылать запросы всем, тех, которые имеют звание академиков. Чтобы они прислали свои отзывы. Это уже год как-то. Нам, в принципе, не надо академиков. Нам надо спросить конкретно юристов. Вот вам достаточно, пожалуйста, доктор наук или, допустим, кандидат наук, или вам достаточно вот просто ученого совета такого-то института заключения, что вот в данном тексте написано то-то, то-то. И мы предъявим им позицию. Юрист скажет, мне достаточно того-то, того-то, того-то. Но это технический вопрос. Я думаю, мы с ним исправимся. Что там делать на каком уровне. Тут мораль такая, что неважно будет их мнение коллективное, либо не коллективное. Тут важно заключение по существу. Заключение – это юридическая бумага. Судья работает с бумагой. Он получает бумагу, на ней написано. Да, такой-то учебник. Да, вот такое-то место. Да, вот такое-то нарушение. И мозгов судьи хватает понять, что это действительно нарушение. Вопрос заключается в следующем. Нам надо простые позиции. Например, вот есть у нас определение точки в каждой энциклопедии. Да, вот если вы свою откроете или западную энциклопедию. Там написано, что точка – это объект, не имеющий размера. Да, ни x, y, ни z не имеют. Вот. Дальше. Дальше. Открываем учебник пятого класса. Там написано, что у нас из точек состоит прямая. Отрезок. Если ничего не имеет. Да. Да. То есть ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль равно единице. То есть наших детишек обманывают. Все, нарушение закона об образовании. И вот мы на таких, на простых примерах должны щелкнуть, отработать. Отрезок. А это… Это ваша точка зрения. Ну, мы предоставим вам точку зрения, что у отрезок это линейная величина, которая не состоит из точек. Не состоит из точек. И предоставим им грамотные тексты. Они, в принципе, есть. Но просто… Вот это вот может понять судья, да? Что ноль плюс ноль не равно единице, да? Ну, они говорят ноль факторы… А это по барабану. Это по барабану. Единицу. И там… Это… Мы набираем такие, основополагающие, геометрические, физические, химические, не самые сложные, а самые простые, чтоб юрист понял. Да. Да. Чтоб юрист и судья понял. И отрабатываем их, и все. И еще… И еще доброзно. А с юристами, ну, к консенсусу прийти там, чтоб они тоже определились, допустим, там… Вот им от этих 50% половину хватит или не хватит, чтоб мы могли, допустим, движение дальше развивать, да, чтоб мы могли какой-то грамотный учебник потом выпустить на эти средства. Я понял. Оттуда деньги, если поступят, то уже наши учебники будут пускать. А дальше… Там ситуация такая, что… Что, что, что… Дальше… Дальше… Вот это один учебник, да? А их учебников же много. И встает вопрос о компетентном органе, который будет регламентировать выпуск учебников и допуск их в образование. Ну, то есть, вот если мы хоть один судебный процесс выиграем, то дальше будет… Вот это… Круто интерес и заус. 2 2 3 2 5